На рендеру моде настигла карма. Партия премьер-министра Индии неожиданно показывает слабый результат на прошедших выборах. Почему же не случилась ошеломительной победы, которую предсказывали опросы? Разберемся уже через несколько минут в Большом Ньюстоке. В СУ удалось стабилизировать ситуацию в Харьковской области, а также остановить продвижение российских войск на юге. В это же время в Москве отчитываются об улучшении позиций на фронте. Израиль охватили лесные пожары из-за обстрелов группировки Хизбалла. Действия Ливана могут спровоцировать расширение войны на север, в чем может быть заинтересован Иран. Тракторы в Брюсселе и блокады магистрали на границе Испании и Франции. Европейские фермеры вновь решили напомнить о себе за два дня до начала выборов в Европарламент. Об основных требованиях демонстрантов в Большом Ньюстоке расскажет Андрей Ежов. Трагическим событием на площади Тяньаньмэнь 35 лет. В Китае память о жертвах по-прежнему цензурируется и преследуется. В Гонконге акции разгоняет полиция. В Делавере начался суд над сыном действующего президента США Хантером Байденом, которого обвиняют в нелегальной покупке оружия. Приговор могут огласить уже к предвыборным дебатам в сентябре. Я приветствую зрителей RTVI. Вы смотрите Большой Ньюсток. Здесь мы рассказываем о главных событиях этого дня. В ближайший час с вами проведу я, Дмитрий Лобанов. Партия премьер-министра Индии Нарендры Моди и Бахарати Джаната обеспечила себе около 200 мест в парламенте страны из 543. Подсчет голосов шестинедельных выборов начался сегодня и продолжается в эти минуты. Первые результаты появились сегодня днем. Несмотря на то, что индийская народная партия по-прежнему получает большинство в Нижней палате и сможет сформировать правительство, результат оказался гораздо хуже ожидаемого. Для сравнения, на выборах 2019 года в Харати Джаната получила 303 мандата, а экзит-полы нынешнего голосования прогнозировали партии Моди вплоть до 400 мест в Локсабхе. На фоне слабых итогов индийский рынок акций сегодня потерял 386 миллиардов долларов. В это же время оппозиционная коалиция во главе с индийским национальным конгрессом в данный момент получает 135 мандатов. Это лучший результат для политического движения за последние 10 лет. Итоги выборов в Индии подведем прямо сейчас. К нам подключается заведующая Центром индийских исследований Института Востоковедения Иран Татьяна Шаумян. Татьяна Львовна, здравствуйте, как нас слышно? Слышно, хорошо. Да, ну вот еще вчера, казалось бы, все было предрешено, но сегодня мы видим, что не получает все-таки Моди большинство мест, как так вышло, на ваш взгляд? Ой, вы знаете, действительно неожиданно это произошло, для меня тоже. Но я думаю, что, понимаете, это свидетельствует все-таки о том, что индийские избиратели осознанно приходят на выборы. Понимаете, это не просто механический приход, там проголосовали и все прочее. Они осознанно приходят на выборы и осознанно выбирают тех кандидатов, за которые имеет им смысл голосовать. Ну, то есть, получается, избиратели были чем-то явно недовольны политикой Моди, раз они вот так вот проголосовали. Да, я думаю, что определенная какая-то недовольтворенность была для части избирателей. Ну, его выбрали все-таки, так что давайте помнить о том, чтобы все-таки он получил, эта партия, большинство. Но, понимаете, значит, определенное недоверие в связи с какими-то факторами, которые существовали. Может быть, это имеется в виду проблемы, которые находятся в экономике Индии, которая не всегда удовлетворена теми мерами, которые предпринимает правительство. Может быть, это религиозный фактор, если хотите, мог сыграть здесь определенную роль. Понимаете? Так что тут целый комплекс обстоятельств, который привел, ну, честно говоря, для меня тоже несколько удивились мы тем результатам, которые произошли. Хотя, еще раз повторяю, все-таки партия это победила. Ну да, она победила, набрала большинство. Но, однако, с таким количеством мест, насколько Моди будет тяжело проводить свою политику? Я думаю, что гораздо тяжелее, чем он это мог делать в предыдущих своих правительствах, когда он возглавлял правительство и партия выигрывала на выборах. И сейчас, по-видимому, пойдет речь о необходимости создания коалиционного правительства. То есть, включить состав правительства Индии, наряду с представителями правящей партии, представители других политических сил. Я думаю, что это придется сделать не без этого. Иначе, так сказать, вряд ли даже парламент утвердит состав правительства, в котором не будет представителей других партий. А как может поменяться тогда внешняя политика? Она останется прежней или все-таки придется как-то вектор менять так же? Вы знаете, я надеюсь, что все-таки на внешней политике это вредно серьезно отразится. Потому что внешняя политика проводится на основе общенационального консенсуса. Она поддерживается подавляющим большинством населения страны. И основные направления внешней политики как бы уже устоявшиеся. Эта внешняя политика отвечает национальным интересам Индии. Она отвечает национальным интересам Индии, ее отношения с Россией и торгово-экономические отношения, политические. Я думаю, что политика в отношении Соединенных Штатов тоже, так сказать, существует в определенном плане. И нельзя забывать о том, что на территории Соединенных Штатов проживает пара миллионов диаспоры индийской. И позиции диаспоры, я думаю, что играют определенную роль в формировании политики в индоамериканских отношениях. Татьяна Ивановна, последний вопрос. Насколько устойчива коалиция и оппозиция сейчас на фоне такого успеха? Есть ли вероятность, что она может как-то развалиться, все перессорятся и так далее? Ну, вы знаете, коалиция сама по себе это довольно шаткое дело. Понимаете, действительно были в истории случаи, когда коалиции, которые казались твердыми, незыблемыми, в общем, постепенно распадались. Я думаю, что это будет зависеть от того, как характеристики НАТО партии на рендер-моде сможет установить контакты реальные и, так сказать, действовать в таком ключе, который не наносил бы ущерба коалиционным партиям. Для того, чтобы вырабатывать общенациональную политику. Так мне кажется. Да, продолжим следить за ситуацией в Индии. Спасибо вам большое. В эфире «Артевяя» была заведующая Центром индийских исследований Института востоковедения Иран Татьяна Шаумян. Мы продолжаем. В Белгородской области два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника. У них диагностированы осколочные ранения. Об этом у себя в телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, удар пришелся по штабу восстановления жилья, находящийся в селе Головчино у границы с Украиной. Еще одну атаку дрона зафиксировали в селе Ясные Зори. Под удар попал легковой автомобиль. Внутри никого не было, никто не пострадал. Кроме того, был обстрелян Кировский район Донецка, находящийся под контролем России. Двое жителей города получили ранения после сброса гранат из беспилотника. Все пострадавшие доставлены в больницу. Два ракетных удара по Днепропетровской области рано утром и днем прилет. Крылатые ракеты около шести часов вечера в Сумской области, которая граничит с Россией. В восточной части Харьковской сбросы авиабомб вследствие воздушных атак в Украине сегодня ранено семь человек. Все области живут в режиме аварийных и плановых отключений электричества. Энергетики призывают граждан быть готовыми и к полному блэкауту. На поле боя стороны ситуацию оценивают диаметрально противоположно. Минобороны России говорит об успешном наступлении. Украинский генштаб видит признаки стабилизации. Подробнее в сюжете РТВА из Киева. Рано утром две ракеты ударили под Днепру. Воздушные силы утверждают, что искандары, выпущенные из Крыма, сбили, но обломки упали в спальном массиве. Пострадали пять человек, повреждены 16 многоэтажных домов и 31 частный. Сгорели 15 автомобилей. Днем еще одну ракету сбили в области, в районе Кривого Рога. В Купинске на востоке Харьковской области был прилет. В Херсонии области под огнем артиллерии и дронов находились все населенные пункты вдоль реки Днепр, сообщает военная администрация. За прошедшие сутки сгорели 15 частных домов. Повреждена школа, агропредприятие и газопровод. Ранения получили четыре человека. Нет ничего. Все уничтожено. Потолки, полы, мебель. Все окна побиты. Парни пожарные приехали очень быстро. Две машины работали. Они заливали все это водой. Сегодня официальные спикеры фронтовых направлений ВСУ сообщают о стабилизации ситуации в зонах ответственности. Север и восток Харьковской области без продвижений российских войск. Также наступление остановлено на юге в Запорожской и Херсонской областях, заявляют в Киеве. Российское министерство обороны в своей сводке, напротив, говорит об улучшении позиций по всем участкам, где идут боевые действия. Высадка морского десанта – это невозможно. Выходы в море с целью каких-либо действий в акватории также маловероятны. Признаков создания наступательных группировок на Таврическом направлении не видно. Ситуация прежняя. Донецкая область – единственный регион, где ВСУ заявляют об увеличении интенсивности сражений. Накануне сообщалось о 60 боестолкновениях, сегодня их 124. Украинское военное ведомство утверждает, что россияне новых позиций не заняли. Проект «Дипстейт» на своих картах показывает расширение серой зоны в центре области и западных пригородах Донецка. Враг, накопив силы и средства на данном направлении, ищет пробелы в нашей обороне. Нам остается только противодействовать, соответственно, действовать на опережение, пользуясь данными разведки. Сказать, что сейчас ситуация склонилась в лучшую сторону, не могу. Но все идет, надеюсь, к ее стабилизации. Массовые отключения электричества утром ввели по всей Украине. Задействована так называемая светло-серая зона. То есть графики не применяются, а периоды отключения могут доходить до 10 часов подряд. Свет в части Киева исчез еще днем. В украинской столице лимиты превышены на треть. Энергетики объясняют ситуацию повреждением в выходные четырех электростанций. Также на ремонт встали два энергоблока на атомных станциях и линии, по которым идет импорт из Словакии. Что касается ситуации, критическая ли она? Нет. Она управляемая. Те отключения, которые произошли сразу после атак, помогли ситуацию нормализовать. Максимально быстро возобновить поставки. Все, что можно было быстро сделать, было сделано эффективно. Есть недостаток генерации в системе. Если честно, то все, что мы можем делать, это привыкать к тому, что это уже норма. Из-за усиления мобилизации, боевых действий и эмиграции в Украине резко возрос дефицит на рынке труда. По данным Национального банка, страна потеряла 40% людей трудоспособного возраста. Отток рабочей силы фиксирует и Министерство социальной политики. С мая, когда начало действовать новое мобилизационное законодательство, предприятиям не хватает 27% штата. По данным интернет-сервисов, на одно предложение о работе выставлено максимум две заявки. Страдало и страдает производство. Не хватает всех, от разнорабочих до специалистов. На производствах не хватает сварщиков, механиков, инженеров, конструкторов, технологов. Дефицит повсюду. Если об аграриях, людей в селах почти нет. Проблемы со сферой услуг и фармакологии. 43% украинцев заявляют об ухудшении ситуации с демократией в стране во время президентства Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные авторитетного Киевского международного института социологии. 19% граждан заявляют, что дела с правами и свободами улучшились. Социологи отмечают, что 90% украинцев, как и последние пять лет, отдают предпочтение демократическому строю. Максим Плоткин, РТВА, Киев. На Борисовском кладбище в Москве прошла панихида по российскому политику Алексею Навальному. Сегодня ему могло бы исполниться 48 лет. Службу проводил священник Дмитрий Сафронов, которому в апреле русская православная церковь запретила в служении как раз за другие панихиды у могилы оппозиционера. Почтить память Алексея Навального пришли в том числе Людмила Иванова, мама политика, а также Алла Владимировна, мама супруги Юлии Навальной. Последняя принимала участие в панихиде в Берлине. Различные акции проходят и в других российских городах. Люди несут цветы к памятникам жертв политических репрессий. В некоторых случаях им это мешает сделать сотрудники полиции. Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в исправительной колонии особого режима в поселке Харп, находящегося за полярным кругом. Как утверждает ВСИН, во время прогулки Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание. Реанимировать политика пытались медики, но безрезультатно. Причина смерти неизвестна. По одной из версий, на его здоровье могло повлиять постоянное нахождение в штрафном изоляторе. Шиитские группировки в Ираке, которые поддерживают Иран, активизировали обстрелы Израиля. К такому выводу пришли эксперты Вашингтонского института ближневосточной политики. Как пишет Рейтер, ответ на атаки со стороны Иерусалима может привести к очередному витку эскалации в регионе. Не прекращаются обстрелы и на севере Израиля со стороны Ливанской Хизбаллы. От пожаров, которые возникают в результате атак, уже пострадали тысячи акров земли и, по меньшей мере, шесть израильских военных. Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке. Материал Юрия Кукина. Эти пожары на севере Израиля не удается потушить вот уже несколько дней. Для борьбы с пламенем на земле стягивают все больше тяжелой техники. В воздухе работает военная авиация. С воскресенья огонь уничтожил уже около двух с половиной тысяч акров, в том числе и на территории нескольких природных заповедников и парков. Для Израиля масштабы огромные. Без пострадавших тоже не обошлось. Ранения получили шесть солдат. И хотя сегодня армейское радио Израиля отчиталось, что основные очаги возгорания наконец удалось взять под контроль, риск возникновения новых пожаров по-прежнему высок. И не потому, что в стране начался засушливый летний сезон. Просто пожары здесь все чаще возникают из-за ударов ливанской группировки Хизбалла. Например, это видеоатаки по Израилю группировка выкладывала еще в начале мая. Впрочем, обстрелы со стороны Хизбаллы не прекращаются вот уже восемь месяцев с начала войны в секторе Газа в октябре прошлого года. Об ответных ударах по позициям группировки регулярно отчитываются и в Иерусалиме. Как пишет ассошея пресс, жертвами атак Израиля в Ливане уже стали свыше 400 человек. Но среди них есть не только боевики. По меньшей мере 70 человек – это мирные жители. Официальный Ливан при этом заявляет, что расширение войны на юге страны, то есть у границы с Израилем, не хочет и ищет надежные решения по восстановлению стабильности в регионе. А вот Иран, который и поддерживает Хизбаллу, залог этой самой стабильности видит как раз в сопротивлении со стороны ливанских боевиков. «Сильные и прочные отношения между Ираном и Ливаном являются ключевым показателем стабильности в регионе. Точно так же исламское сопротивление в Ливане является гаванью мира». Эти слова, исполняющие обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багирикани, произносит как раз в Бейруте во время своего первого на этой должности рабочего визита. Его предшественник погиб в прошлом месяце в авиакатастрофе вместе с президентом Ибрахимом Раиси. И теперь задача нового главы ведомства, во-первых, подчеркнуть, что на отношения с Ливаном вынужденная смена руководства Ирана никак не повлияет, а во-вторых, заручиться поддержкой в вопросе продолжения конфликта в секторе Газа. «Все страны региона, особенно мусульманские, должны сделать усилия, чтобы коллективно выступить против агрессии сионистов и поддержать палестинцев, особенно в Рафахе. В рамках этого мы подчеркнули необходимость проведения экстренной встречи министров иностранных дел, организаций исламского сотрудничества». Эту экстренную встречу Тегеран предлагает провести не случайно. Накануне Израиль вроде как одобрил, пусть и не полностью, предложенный Вашингтоном план по прекращению огня в секторе Газа. Чтобы вернуть около ста заложников, которые больше полугода находятся в руках Хамас, Израиль готов остановить боевые действия как минимум на 42 дня. В США считают, что предложенный администрацией Байдена план поможет не только вернуть заложников, но и нормализовать ситуацию на израильско-ливанской границе. «Это бы открыло возможность для установления мира и спокойствия на границе Израиля с Ливаном, где террористические атаки со стороны Хизбаллы продолжаются, и мы видели это буквально сегодня. Поэтому десятки тысяч израильтян, которые были эвакуированы из своих домов на протяжении последних восьми месяцев, смогли бы наконец вернуться домой». Помимо этого, в Вашингтоне надеются, что прекращение огня позволит Израилю улучшить отношения с арабскими странами и добиться изоляции Ирана и террористических группировок, которые, по мнению США, он финансирует. В самом же Тегеране с планом Белого дома по прекращению огня очевидно не согласны и, напротив, рассчитывают, что поддержка Иерусалима как со стороны Америки, так и мирового сообщества постепенно будет ослабевать. «Сионистский режим постепенно тает прямо на глазах всего мира. Он иссякает. Люди во всем мире видят это. Конечно, израильтяне ведут пропаганду, но реальность такова. Они знают это, политики во всем мире это знают, и многие страны это понимают. Палестинский народ тоже это понял. Америка стала пассивной перед лицом консенсуса мировых наций и рано или поздно будет вынуждена убрать свою руку помощи сионистскому режиму». Впрочем, сам Иран после той самой авиакатастрофы заботит скорее не судьба палестинского народа, а собственные предстоящие выборы, которые пройдут уже в конце этого месяца. Тем временем очередное оттягивание соглашения о прекращении огня лишь означает новые жертвы, причем как с одной, так и с другой стороны. Накануне на видео попал удар по лагерю беженцев в центральной части сектора Газа. Его жертвами стали как минимум три человека. В тот же день в самом Израиле стало известно о гибели еще четырех заложников, которых Хамас взял в плен 7 октября. По словам военного представителя Израиля Даниэля Хагари, они погибли в городе Хан-Юнис во время наземной операции Цахал на юге Анклава. Юрий Кукин и Никита Токарев, RTVI. Сегодня глава МИД Катара на специальной пресс-конференции в Дохе заявил, что посредники ждут консолидированные позиции израильского правительства по возможной сделке с Хамас. Отсутствие единства в кабинете Нитаньягу, по словам катарского чиновника, отрицательно влияют на текущую ситуацию и отдаляют сделку как факт. При этом в Катаре и США и в Египте вынуждены признать, с прошлого четверга, все ждут официального ответа от боевиков, который так до сих пор и не поступил. Подробности узнаем у нашего израильского корреспондента Бориса Штерна. Борис, ответ от Хамас нет, боевые действия продолжаются. При этом сами американцы говорят о том, что все готово к сделке. Есть ли шанс, что этот ответ поступит в ближайшее время и может ли официальное руководство палестинской автономии как-то повлиять на Хамас? Дима, привет. До сих пор нету этого ответа и в общем-то в Израиле довольно скептически относятся к возможным прогнозам, говоря о том, что не факт, что этот ответ поступит в самое ближайшее время, да и вообще появится как таковой. При этом, конечно же, в Израиле хотели бы, чтобы официальная палестинская автономия повлияла на Хамас. Но, к сожалению, это невозможно по многим причинам. Первое из которых палестинская автономия в течение всего этого конфликта полностью ассоциирует себя с террористами Хамаса и пытается подыгрывать именно тем, кто управляет сектором газа и развязал эту войну. Доказательство этому очередное выступление, точнее не очередное, а первое выступление палестинского премьер-министра, который с официальным визитом посетил Иорданию и там дал свои оценки тому, что происходит. Вот первая цитата, по которой в принципе понятно, почему в Иерусалиме далеко не все или практически не все рассматривают палестинскую автономию как какого-то влиятельного игрока, который может действительно на все повлиять. Давайте послушаем слова премьер-министра палестинской автономии Мохаммеда Мустафе. Этот разговор станет началом нового этапа, на котором нам необходимы перемены. Во-первых, через прекращение огня в секторе газа, потому что водопад крови продолжается, к сожалению, каждый день. Каждый день. Гуманитарный вопрос – это катастрофа в прямом смысле этого слова. У нас нет опыта и вполне возможно, что в мире, по крайней мере после Второй мировой войны, таких массовых убийств не было. Нам очень больно, что прошло столько времени, прежде чем мы дошли до обсуждения прекращения огня. Мы надеемся, что его удастся достичь. Ну, если отбросить вот этот вот такой полуофициальный антисемитизм нового палестинского правительства, то тогда становится понятно, что на самом деле все, что говорит Мустафа – это то же самое, что говорит Хамас. Он не обращается к Хамасу с требованием дать какой-то срочный ответ на предложение Израиля Соединенных Штатов. Он говорит о том, что во всем все-таки виноват Израиль. Но все, что говорит премьер-министр палестинской автономии дальше, в принципе ставит крест или точку в обсуждениях с израильской стороны всего будущего и участия палестинской автономии вне-после войны. Вот еще одна цитата из Иорданского выступления палестинского премьер-министра. «Нам необходимо укрепить наши отношения накануне подготовки к восстановлению масштабных разрушений в секторе, которые вы видели. Но мы также хотим объединить палестинские национальные институты в Газе и на западном берегу, чтобы поднять уровень их эффективности. Мы стремимся предоставить экономическую, финансовую, гуманитарную и социальную поддержку нашему народу в секторе Газа. Включая безопасность и политическую ситуацию, это приведет к признанию палестинского государства полноправному членству в ООН и независимости». «С точки зрения Иерусалима это абсолютно параллельная реальность, которую палестинский премьер-министр не хочет воспринимать объективно. Дело в том, что израильские эксперты и мировые эксперты говорят о том, что нынешняя палестинская администрация жива до сих пор еще только благодаря тому, что существует израильская армия, которая противостоит Хамасу. Хамас считает нынешнее палестинское правительство и палестинскую автономию одним из своих врагов. На прошлой неделе в секторе Газа были казнены очередные представители палестинской национальной администрации, представляющие фронт освобождения Палестины. Ну, в общем, это довольно странная реальность, которую нынешнее правительство, которое называли правительством технократов, на которое очень было много надежд, не вписывается совершенно и, конечно, к сожалению, ни на что оно повлиять не может. Дима? Борис, а насколько объективны катерские требования к Израилю? Риторика министра национальной безопасности по-прежнему звучит довольно жестко в отношении возможной сделки с Хамасом? Ну, глобально, конечно же, катер прав. Безусловно, посредникам и американцам, и катеру, и египтянам хотелось бы видеть некую общую позицию израильского правительства. Но поскольку правительство разношерстное, а демократия — это основа государства Израиль, то у всех может быть совершенно разное мнение по поводу, возможно, грядущей сделки. Риторика министра национальной безопасности Тамара Бенгвира в последнее время усиливается. Сегодня он опять пообещал израильскому премьер-министру в случае реализации сделки в том варианте, в котором она опубликована, выход из правительства и новые выборы. Впрочем, Бенгвир сегодня пошел еще дальше. Он посетил северные районы Израиля, как раз те самые места, где массированных из Бала из Ливана обстреливает израильскую территорию. где уже несколько дней бушуют пожары. И сделал очередное резкое заявление, вряд ли которое обнадежит Катар. Бенгвир призвал к полномасштабной войне с Ливаном, к войне с Хизбаллоей. И это тоже проявление его позиции. Вот что сказал глава правой партии Ацма и Удит. Я закончил сейчас в Кирья-Джмана совещание с руководством пожарной охраны. Это потрясающе видеть боевой дух пожарных и полицейских, которые находятся здесь, на передовой, 24 часа в сутки. Теперь задача Цахала уничтожить Хизбаллу. Не может быть, чтобы нашу землю подвергали разорению, причиняли нам вред, превратили наших людей в беженцев, и при этом в Ливане царила тишина. Если наш север горит, все базы Хизбаллы должны гореть. Это война. Ну, тем не менее, в Израиле, конечно же, прислушиваются к тому, что говорит Катар. По крайней мере, сегодня в связи с тем, что заявил министр иностранных дел этой страны или нет, но одна из партий коалиции, право-религиозная партия ШАС, заявила о том, что полностью поддерживает сделку, озвученную Байденом, которую обсуждают в израильской прессе. А, соответственно, Катар получил дополнительный ответ и дополнительное проявление единства. В случае выхода Бенгвира из правительства, а также министра финансов с его партией Ибисареля Смотрича, вероятнее всего, их места займут другие партии, которые сейчас находятся в оппозиции, поэтому, скорее, претензии Катара имеют некий теоретический, но важный момент и необоснованный. Сделка до сих пор не состоялась исключительно по вине террористов Хамаса. Дима? Борис, спасибо. Ближневосточный корреспондент РТВА и Борис Штерн был на прямой связи со студией. В Бельгии, Франции, Испании и других странах возобновились протесты фермеров. Новые акции в городах и на магистралях приурочены к выборам в Европарламент. Уже послезавтра избирательные участки откроются в Нидерландах, а затем и в остальных 26 странах Евросоюза. О начале летнего политического сезона в Европе, где затишье пока не предвидится наш коллега Андрей Ежов. Считанные дни до выборов в Европарламент – отличное время, чтобы напомнить о себе. Так решили европейские фермеры, которые уже далеко не впервые выходят на акции протеста. Эпицентром демонстрации сегодня стал Брюссель. На севере бельгийской столицы собрались несколько тысяч участников акции. Они пригнали в город около 500 тракторов. В числе организаторов, по сообщениям полиции, аграрные профсоюзы, близкие к правопопулистским силам – речь о Нидерландской партии Свободы Герта Вилдерса и польской право и справедливости Ярослава Качинского. Фермеры выступают против так называемой «зеленой политики», строгих экологических и производственных норм, которые устанавливает Брюссель. Многие называют введенные Еврокомиссией стандарты попросту невыполнимыми. Акция в Бельгии прошла без происшествий, демонстранты остались за пределами правительственного квартала ЕС. За два дня до начала выборов в Европарламент возобновились и локальные протесты. Так, накануне, десятки фермеров из Испании и Франции разбили лагерь на границе двух стран. Сегодня мы направляем послание Европе, требуя соблюдения норм, чтобы к продукции, которую привозят из-за пределов ЕС, предъявлялись те же требования, что и к нашей, чтобы игра шла по тем же правилам. Нас спрашивают о фитосанитарных нормах и условиях труда, но таких вопросов к производителям вне Евросоюза не возникает. И это приводит к тому, что мы не можем конкурировать с ними по ценам. Наша нынешняя компания отличается от тех, что были раньше, потому что мы мобилизовались на обеих границах испанской и французской. И если нас не услышат, то в следующий раз наша демонстрация может продлиться не один день, а неделю. В Каталонии на акцию вышли около трех тысяч фермеров. Демонстранты заявляют, что национальные сельскохозяйственные профсоюзы Испании акцию не поддержали. Выборы в Европарламент многие аграрии называют решающим моментом для того, чтобы еще раз напомнить о своих опасениях и заявить о требованиях. По данным большинства опросов, именно правые партии могут в этот раз получить часть мандатов, которые в последние пять лет были у проевропейских либералов. Впрочем, учитывая коалиционный характер парламента, на финальный расклад эти изменения могут существенно и не повлиять. В начале года, напомню, выступления фермеров охватили многие страны Европы. Тогда протесты прекратились, едва власти объявили о дополнительных мерах поддержки аграриям и пообещали отложить в силу вступления некоторых экологических норм. Андрей Ижов и Юрий Петров, RTVI. Правительство Португалии ужесточит визовые правила для мигрантов, в частности, изменения, затронут закон, действовавший с 2018 года. Он позволял гражданину любой страны, не входящей в Евросоюз, прибывшему в Португалию, например, по туристической визе, получить вид на жительство, если он как минимум год работал на территории государства и платил взносы в систему социального обеспечения. Правило в том числе распространялось и на нелегальных мигрантов. Число иностранцев в Португалии за 2023 год выросло на 33%. Премьер-министр от правоцентрической партии Демократический альянс Луиш Монтенегру заявил о необходимости положить конец цитата «чрезмерному злоупотреблению гостеприимством мигрантов». На Шри-Ланке тропические ливни и оползни унесли жизни по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщают местные власти. Циклон, который прошелся по острову, а вместе с ним и штормовой ветер, вырвали с корнем деревья и сносили крыши домов. Следом за ними на Шри-Ланку обрушились проливные дожди, которые затопили улицы городов, в том числе и столицу – город Коломбо. Хуже всего пришлось деревенским жителям. Кому-то удалось укрыться на возвышенностях, остальные же оказались отрезаны от суши водой. Вода продолжает пребывать. Все дома в нашем районе затоплены. Первые этажи находятся полностью под водой. Мы даже подвязывали вещи веревками к потолку, чтобы спасти их. Часть жителей города, среди которых в основном женщины и дети, просто не могут выйти из своих домов из-за такого количества воды. По предварительным данным, удары стихии пришлись на 20 из 25 административных округов Шри-Ланки, повреждены свыше 4 тысяч домов, а пострадавшим от наводнения числятся как минимум 19 тысяч человек. Основной удар приняли 4 района страны – Калутары, Галле, Мадхары и Ратнопур, а там проживают больше 40 тысяч. По подтвержденным данным, погибшими числятся 12 человек и еще 5 пропавшими без вести. На местах работают спасатели. Все они пока занимаются поисками. Сейсмологи говорят, что из-за непогоды могут начаться оползни, поэтому мы призываем людей покинуть пострадавшие от наводнения районы. В настоящее время в безопасные места уже перевезено свыше 5 тысяч человек. Мы принимаем все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим. Уровень воды в реках находится на критическом уровне, отмечают власти островного государства. Ситуация с паводками сохранится в ближайшие дни и есть высокая вероятность, что ситуация только ухудшится из-за продолжающихся тропических ливней. 35 лет прошло со дня жестокого разгона демонстрантов в Пекине на площади Тяньаньмэнь. В Китае эти события не вспоминают, а все упоминания о трагедии власти цензурируют. Однако небольшие мероприятия, несмотря на действия силовиков, прошли в Гонконге. Тем временем президент Тайваня Лай Ценде заявил, что память о 4 июня не исчезнет в потоке истории. Тему продолжит Александр Павлов. Кадр эпохи. Мужчина с пакетами переградил дорогу-танку на главной площади Пекина. Чаще всего именно этот кадр вспоминают, когда говорят о жестоком подавлении протестов в Китае в 1989 году. Началось все еще весной. Тогда в стране все больше людей хотело политических и экономических реформ. Первые демонстрации прошли вскоре после смерти Ху Яубана, бывшей генсеком, который поддерживал преобразование, за что незадолго до смерти был смещен. Если изначально в демонстрациях участвовали студенты, то затем к ним начали присоединяться люди самых разных возрастов и профессий. Волна набирала силу, и справиться с ней компартия мирно уже не могла и прибегла к помощи армии. В Пекине объявили военное положение. С 3 на 4 июня танки и военные зашли в центр города, обстреливая его. Некоторые очевидцы описали произошедшее как кровавую баню. К утру город, который еще недавно был в руках сотен тысяч протестующих, перешел под полный контроль военных. И китайская коммунистическая партия стала одной из немногих сохранивших власть. По официальным данным, в те дни погиб 241 человек. Около 7 тысяч получили ранения, но независимые наблюдатели сомневаются в правдивости этих данных. В сегодняшнем Китае, где на смену партийной диктатуре пришла персональная, о тех событиях не вспоминают. Долгие годы последним подконтрольным Пекину местом, где проходили мероприятия, посвященные разгону демонстрантов, был парк «Виктория» в Гонконге. В городе, который на момент 89-го года был британской колонией, на обдение при свечах порой приходили десятки тысяч человек. Все это длилось вплоть до 2020 года, когда вступил в силу репрессивный закон. Опасность закона о национальной безопасности в том, что, как вы знаете, все трактует одна сторона. Мы не понимаем определений. Именно коммунистическая партия решает, что такое подрывная деятельность или определяет, что такое принуждение посредством иностранного вмешательства. Так что представьте себе, активист призывает к демократии и за это получает 11 лет тюрьмы. А как насчет Гонконга? Если мы отметим 4 июня, осудим массовые убийства, поддержим конец однопартийного правления, будет ли это расценено как подрывная деятельность? Мы не знаем. Мероприятия все еще проходят, но они уже не столь массовые. В прошлом году, например, полицейские задержали несколько десятков человек. Тогда на патрулирование улиц вывели 6 тысяч силовиков. В этом году власти вновь действовали превентивно. В рамках нового городского закона о безопасности задержали шесть человек. Одна из женщин в настоящее время содержится в наших исправительных учреждениях. Группа людей обвиняется в использовании страницы на Фейсбук для пропаганды ненависти против нашего центрального правительства, правительства Гонконга, а также нашей судебной системы. Вечером накануне полиция задержала художника Сан Мучена, который вблизи парка Виктория предположительно нарисовал в воздухе цифры 89-64, отсылающие к жестокому подавлению протестов. Правда, вскоре его отпустили. На протяжении дня вблизи парка дежурили сотни полицейских. Несколько человек задержали, например, пожилого мужчину, который вышел в пикет. С опаской сегодня люди говорили даже с журналистами. И пока гонконгские власти в памятный день говорят о нависшей угрозе национальной безопасности, намекая на возможные протесты, президент Тайваня Лай Цинде заверяет, что память о 4 июня не исчезнет в потоке истории. Власти Южной Кореи приостановили действия межкорейского соглашения с КНДР в военной сфере. Предложение еще накануне внес Совет национальной безопасности при президенте. Теперь документ должен подписать глава государства Юн Сок Ёль. Эта законная мера позволит Южной Корее возобновить военные учения вблизи границы с КНДР, которые были ограничены соглашением от 19 сентября 2018 года и принять эффективные и немедленные меры реагирования на провокации со стороны Северной Кореи. Правительство будет сотрудничать с союзниками для мониторинга ситуации на Севере и принимать все необходимые меры для защиты жизни и безопасности южнокорейского народа. Помимо возобновления военных маневров у границы, южнокорейские военные смогут вновь развернуть гигантские пропагандистские громкоговорители, разобранные в том же 2018-м. Поводом для обострения отношений стала отправка со стороны КНДР на юг воздушных шаров с мусорными пакетами. На прошлой неделе военные зафиксировали более 800 подобных объектов, направляющихся в сторону Сеула и других городов. Внутри находились окурки, клочки ткани, использованные батарейки и бумага. Опасных объектов обнаружено не было. В Хиньяне назвали подобную акцию ответом на действия активистов, отправляющих антисеверокорейские листовки на север. Президент США подписал закон, который вводит временный запрет на предоставление убежища в стране нелегальным иммигрантам из Мексики. Джо Байден пытается решить одну из приоритетных своих задач в предвыборной борьбе с Дональдом Трампом – ограничить поток мигрантов на южной границе. Новый порядок начнет действовать, если число пресекающих границу будет больше 2,5 тысяч человек в день. В апреле это число, например, находилось на уровне больше 4 тысяч. Это самый жесткий шаг Байдена в разрешении проблемы, которая станет одной из ключевых в президентской кампании. А тем временем сегодня все внимание приковано и к сыну президента Хантеру Байдена, Байдену которого обвиняют в нелегальной покупке оружия. Сегодня в суде Делавера начались прения сторон. По версии обвинения Байден-младший утаил факт своей наркозависимости при заполнении специальной анкеты, так называемой формы 4473. Суд идет с небольшими опережениями графика. Присяжных выбрали всего за день. Не исключено, что приговоры гласят уже к дебатам Джо Байдена и Дональда Трампа. Как процесс над сыном отразится на предвыборной кампании отца, выясняла Татьяна Бур. Американское правосудие не дает скучать избирателям. Пока Дональд Трамп ждет окончательного вердикта нью-йоркского судьи Хуана Мерчана, как первый обвиняемый по уголовному делу экс-президент США, в штате Делавер в решающую фазу входит другой исторический процесс. Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы по делу о нелегальной покупке и незаконном хранении оружия. Таким образом, Джо Байден становится первым действующим президентом, чей отпрыск предстал перед судом. Почему я здесь? Потому что это самый нечестный президент в американской истории. СМИ не говорят о важных событиях. Так много историй о беззаконии, в которых фигурирует Байден и его семья. Выходки непутевого президентского сына – настоящий подарок для политических оппонентов. В прошлом году силами республиканского большинства Палата представителей санкционировала расследование по импичменту Джо Байдена. По версии партии Дональда Трампа, семья американского лидера и ее партнеры получили порядка 20 миллионов долларов через фиктивные компании, в том числе от китайцев. Хантер не раз посыпал голову пеплом за ошибки прошлого. В конце 2023-го он выступил с проникновенной речью на Капитолийском холме. Я здесь, чтобы признать, в течение жизни я совершал ошибки, упускал возможности и привилегии, которые были мне предоставлены. За это я несу ответственность. Когда я боролся с зависимостью, мои родители были рядом со мной, они буквально спасли мне жизнь. Во время своей зависимости я был крайне безответственным в отношении финансов. Но предполагать, что это является основанием для расследования по делу об импичменте, просто абсурдно. Против Байдена-младшего ведется несколько расследований. Например, по обвинению в уклонении от уплаты налогов и подаче поддельной декларации. Ему грозит до 17 лет лишения свободы. Как указал в своем заключении спецпрокурор, сын президента потратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни. Наркотики, женщины, стриптиз-клубы, роскошные отели, редкие автомобили. Все, кроме налогов. В карьере же, которой Хантер так гордится, помогал отец, утверждают республиканцы. Шесть лет я был мишенью безжалостной машины атаки Трампа, кричащей «Где Хантер?» В Делавери слушается дело о том, как 12 октября 2018 года Байден-младший при покупке револьвера «Кольт Кобра» в оружейном магазине солгал, что не употреблял наркотики. Хотя в собственных мемуарах писал, что плотно сидел на крейке с 2015 по 2019 год. И у него, цитата, не было никаких планов, не связанных с ежеминутными потребностями трубочки для запрещенных веществ. Оружием Хантер владел несколько дней, после чего выбросил. В итоге пистолет нашли в продуктовом магазине в Делавери, что и стало поводом для расследования. Револьвер находился в сумке со следами кокаина. Вчера суд утвердил состав коллегии присяжных. Судья опросил примерно 50 кандидатов, чтобы узнать их мнение не только о семье Байденов, но и об оружии и наркотиках. А также о том, чувствуют ли они, что могут быть справедливыми и беспристрастными. Аргументы сторон слушают 12 человек. Шесть мужчин и шесть женщин. У каждого своя позиция относительно владения оружием. У многих личная история, связанная с зависимостями. Так, у двоих близкие родственники наркозависимые. Еще одного, брат и зять, погибли от алкоголизма. Один присяжный был привлечен за вождение в нетрезвом виде, у другого застрелили отца. Еще одна женщина носит пистолет после ограбления, случившегося много лет назад. Обвинение, которое ведет сейчас специальный прокурор Дэвид Вайс, его вообще изначально назначал Дональд Трамп. И обычно, когда меняется администрация, всех этих федеральных прокуроров их меняют. Но администрация Байдена не стала менять Дэвида Вайса, потому что он уже вел расследование в отношении Хантера Байдена. А потом они еще и дали ему статус специального прокурора, чтобы он был более независимым от Министерства юстиции. И федеральная судья, которая на этом процессе председательствует, она тоже в свое время была назначена Трампом. Я думаю, что не будет в целом каких-то сомнений относительно того, что судья какая-то очень предвзятая, как, допустим, республиканцы говорили в деле Трампа. Отбор присяжных проходил в день рождения первой леди и мачехи подсудимого Джилл Байден. Она сидела в первом ряду. Сегодня слушают позиции сторон. Прокурор уже показал тот самый револьвер. А еще процитировал отрывки из мемуаров Хантера – книги под названием «Красивые вещи». Судье Мэри Эллен Нарейко показали также файлы с электронных устройств. В том числе, пишет пресса, из многострадального полного компромата ноутбука, который, будучи нетрезвым, сын президента забыл в мастерской. В свою очередь, защита Байдена-младшего утверждает, пистолет выбросила Холли Байден, вдова еще одного сына главы Белого дома – Бо. Хантер встречался с ней после гибели брата. И сумка за следами запрещенных веществ – тоже ее, говорит адвокат. Вполне возможно, что приговор будет уже к дебатам, на которых будут состязаться Байден с Трампом. И, скорее всего, это будет такой аргумент. Байден будет говорить Трампу, что он признан виновным. Трамп будет говорить, что его сын признан виновным. Потенциально Джо Байден, как президент, может помиловать своего сына. Но, во-первых, жесткого приговора, связанного с тюремным сроком, для Хантера не ждут. А, во-вторых, вряд ли глава Белого дома пойдет на нечто подобное. По крайней мере, до выборов. Татьяна Бур, Наталья Чижевская, Антон Сухоруков, РТВАЙ. Гаити начинает восстанавливать структуры власти. Сегодня в должность вступил новый премьер страны. Гарри Каниль долгое время работал в ООН. Помогал восстанавливать страну после разрушительного землетрясения 2010 года. В 2011 он пять месяцев возглавлял правительство Гаити, а сейчас пришел на эту должность с поста регионального директора ЮНИСЕФ по Латинской Америке и Карибскому бассейну. Каниль будет управлять страной совместно с главой президентского совета переходного периода Эдгаром Лебланом, пока в стране не пройдут выборы президента. Церемония в резиденции прошла достаточно быстро. Главе Кабмина просто вручили конверт с приказом о назначении. Новым лидерам предстоит нелегкая задача восстановить в стране хоть какие-то институты власти. Президентский переходный совет – это способ решить проблему безопасности, восстановить экономику страны, реформировать институты и добиться заслуживающих доверия, демократических и свободных выборов. Сейчас настало время, когда всем странам, заинтересованным в разрешении кризиса в стране, необходимо оставить разногласия ради интересов нации. Гаити сейчас переживает глубокий политический кризис. 80% столицы контролируются бандами. Пост президента пустует с 2021 года после убийства бывшего главы государства Живенеля Маиза. А в марте этого года ушел в отставку и премьер. Тогда Кения объявила, что не будет направлять для восстановления порядка на Гаити свой полицейский контингент, пока в стране не сформируют правительство. Экологи обрушились с критикой на президента Мексики Мануэля Лопеса Абрадора из-за ситуации с загрязнением подземных пещер, а также с уничтожением некоторых природных участков при строительстве железной дороги – последнего масштабного проекта еще действующего главы государства. Что угрожает уникальным природным богатствам, разбиралась Инна Щедрова. «Без сенот нет рая» – так написано на футболке биолога Роберто Роха «У самого сердца». Уже несколько лет это девиз его жизни и тех волонтеров, вместе с которыми он создал экологический проект «Городские сеноты» в Плайо-дель-Карман – городе, который славится природной системой, состоящей примерно из 10 тысяч сенот, подземных пещер, рек и озер. Цель проекта – сохранить уникальные природные богатства и защитить их от загрязнения. Все началось с того, что к Роберто однажды пришли студенты и рассказали о своих планах посетить эти пещеры. Сам он на тот момент работал директором местного планетария, но решил, что дети, как он их называл, могут там заблудиться или пораниться. Поэтому предложил им пойти вместе, а заодно и составить карту. И ребятам, и самому Роберто настолько понравилось, что они стали посещать подземные пещеры чаще, а дальше поняли, что хотят позаботиться о них. Так и родился грандиозный экологический проект. Раньше мы называли это «чисткой пещеры». Но знаете, дело не только в том, чтобы вынести мусор из нее, как это видят многие люди. Они думают, что мы работаем на них и делаем это так, будто нам за это платят. Но это не так. Мы хотим вернуть достойное состояние этим природным явлениям, которые существовали тысячи лет. И которые теперь превращаются в мусорные свалки, или того хуже, в канализацию. А пещеры этого не заслуживают. И животные, обитающие там, этого не заслуживают. Подземным пещерам полуострова Юкатан в Мексике тысячи лет. Еще древние майя верили, что это вход в потусторонний мир, где живут умершие, а также боги болезней и смерти. Древние племена очень трепетно к ним относились, проводя там свои ритуалы. А сегодня это достопримечательность для туристов. Каждый год они приезжают сюда сотнями тысяч. И если само появление людей здесь особого вреда не приносит, то вот инфраструктура курорта, гостиницы, кафе и рестораны несут большую угрозу экологии этих мест. Сточные воды просачиваются сквозь землю в пещеры и постепенно отравляют флору и фауну. А в 2022 году власти обнаружили, что вода более чем в дюжине пещер возле туристического города Тулум заражена бактериями кишечной палочки. Это при том, что мексиканские пещеры являются основным источником воды в стране. У нас здесь большая проблема с канализацией. Города выросли, и у них нет надлежащих канализационных систем. Всё попадает прямо в воду, которую мы пьём. Никто не привозит её из других мест. Это та вода, которую я использую, когда варю кофе. Вот она, вода, в которой я купаюсь. И вот в этом живут животные и растения. Но самые серьёзные опасения у экологов вызывает амбициозный проект поезда «Майя», пути для которого проходят вдоль побережья полуострова Юкатан, а один из участков надхрупкой системы подземных пещер. В прошлом году экологическая организация «Вапорлятьера» подсчитала, что примерно 95% сенот в штате уже загрязнены именно из-за отсутствия достаточной канализационной системы, которую, по мнению экологов, в проекте железной дороги не доработали. Строительство началось в июне 2020 года и завершилось буквально несколько месяцев назад. В день открытия экоактивисты выкладывали в свои соцсети видеоролики, где было видно, как пещеры буквально бурили тяжёлой техникой, чтобы установить опоры для будущей железной дороги. И на этом участке понадобилось вбить 15 тысяч таких стальных столбов. Поезд «Майя» – это флагманский и по факту последний масштабный проект президента Мексики – Абрадора. Он призван соединить туристические города, такие как Канкун и Плая Дель Кармен, с отдалёнными населёнными пунктами и археологическими объектами, расположенными в джунглях. Глава государства возлагает на новую железную дорогу большие надежды. По его плану она должна помочь в экономическом развитии страны, в особенности исторически бедной южной части Мексики. А вот экологи с самого начала называют проект прогрессом, построенным за счёт уничтожения окружающей среды. Против строительства были и общины «Майя». Они подавали иски в суд, утверждая, что железная дорога нарушила их право на безопасную чистую окружающую среду. Участки строили буквально у дверей их домов. Изначально планировалось, что поезд будет курсировать вдоль трассы, соединяющей основные города региона. Но масса жалоб посыпалась со стороны владельцев отелей. Так и было принято решение провести дорогу через джунгли над системой пещер. «Как мы решились построить эту огромную надземную линию? Нам позволил тип почвы. На что наиболее важно, мы всё делали таким образом, чтобы не повредить сеноты и подземные реки». Но на видео, опубликованных экологами, видно, что столбы ржавеют, а почва под ними растворяется. «Дело в том, что эти псевдоэкологи – лжецы. Не смотрите их видео, потому что они специалисты по постановке». Тем временем специалисты то ли по постановкам, как сказал президент, то ли по водным ресурсам оценивают не только экологический ущерб, но и безопасность самого сооружения. «Всё это недавние оползни. Представь, что поезд едет над нами. Почва продолжает растворяться вокруг столбов. Так что в итоге эти опоры могут потерять крепкое основание». После выборов 2 июня все эти вопросы и экологии, и экономического развития лягут на плечи нового президента Мексики. Клаудия Шейнбаум уже заявляла о том, что будет продвигать «зелёную повестку». Однако она же приверженец всех проектов своего предшественника. А тем временем Роберто и его волонтёры говорят, что не ждут, когда государство возьмётся за экологические проблемы региона. И каждую неделю, несмотря ни на что, спускаются в пещеры на каяках, чтобы хотя бы очистить их от пластиковых бутылок. Инна Щедрова, Артём Прокопьев, RTVI. Китайский зонд, который накануне впервые в истории человечества собрал образцы грунта с обратной стороны Луны, взлетел с поверхности и направился в сторону Земли. Как сообщает Национальное космическое управление Китая, аппарат уже вышел на заданную орбиту. Согласно плану, зонд должен доставить на Землю около 2 килограммов грунта, возраст которого насчитывает свыше 4 миллиардов лет. Примечательная деталь. Как пишут СМИ, на его борту был замечен небольшой луноход, установленный на одной из сторон посадочной платформы. О нем не было известно вплоть до тех пор, пока Китайское космическое агентство не обнародовало изображение аппарата после запуска. Какую информацию об обратной стороне Луны удалось собрать, станет известно через несколько месяцев по возвращении зонда на Землю и обработке полученной информации.